Доброго всем времени суток. Вы на канале Дом Торой Котиков. Меня по-прежнему зовут Татьяна. Давайте с вами посмотрим такой вот вопрос, а кто о вас постоянно думает? Я даже хочу, может быть, несколько персонажей посмотреть. Вот сразу первый выпал, как говорится, первый пошел. Значит, смотрите, думает о вас постоянно человек, который является вашим родственником, которого вы, скорее всего, знаете с детства. Этот человек давал вам много-много всего хорошего. Это не исключено, что это кто-то из ваших родителей. Либо это ваш дядя, тетя, бабушка, дедушка, да, кто жит. Либо какой-то действительно более старший родственник, который очень хочет с вами увидеться. Этот человек вас очень сильно любит. Этот человек, с которым вы были близки очень-очень сильно, но, скорее всего, между вами была либо какая-то ссора, либо недопонимание. Вы что-то друг другу сказали обидное, вы друг друга как будто не услышали. Не исключено, что этот человек чем-то вас разочаровал, а может быть, вы его наоборот. Либо разочаровались друг в друге. И этот человек очень хочет с вами поговорить. Этот человек хочет прояснить с вами отношения, хочет выяснить с вами именно ту самую ситуацию из прошлого. Именно о ней он хочет с вами поговорить. Он об этом постоянно думает. Я еще раз повторюсь, тут какие-то карты тут идут. У вас есть шанс с этим человеком помириться. Даже если вы не в ссоре, даже если какое-то недопонимание, его обязательно нужно прояснить. Вам с этим человеком обязательно нужно встретиться. Я вам даже больше скажу, что либо этот человек к вам в скорости приедет, но то, что он выйдет на связь, это однозначно. Может быть, он приедет, может быть, он вам позвонит, может быть, вы к нему поедете. Такое может быть. Если планируете эту поездку, если вы уже об этом думаете, то обязательно нужно сделать. С мудростью отнеситесь к решению этого вопроса. Потому что человек, да, еще раз повторюсь, это ваш старший родственник, с которым, возможно, у вас увидеться больше не будет шансов. Вам обязательно нужно с этим человеком поговорить и пообщаться. Действительно так и есть. Если у вас есть какая-то обида на этого человека, возьмите себя в руки и обязательно с человеком помиритесь. Это очень важно, в том числе и для вас. Потому что не исключено, что после этой беседы, после прояснения этой ситуации у вас может измениться финансовый вопрос. Потому что ни в коем случае нельзя находиться, да, это даже магически, нельзя находиться в ссоре со старшими родственниками, потому что они являются, ну, как бы главой рода, особенно если это папа, дедушка, может быть, дядя, который самый старший сейчас у вас в роду, а здесь именно такой какой-то человек идет. Вот, вам просто необходимо с этим человеком помириться, потому что когда вы в ссоре, то происходит разрыв родовых связей. И очень часто для молодых людей, да, это влияет на решение финансовых вопросов. То есть может быть именно такое, знаете, такое закрытие финансового канала. Здесь этот вопрос нужно обязательно решить. Да, здесь обязательно нужно наладить мир, чтобы улучшилось ваше финансовое состояние в том числе. Ну и, естественно, душевное, не только финансовое, душевное. Потому что благодаря тому, что вы наладите отношения с этим человеком, у вас легкость на душе появится. Вот этой тяжести какого-то кирпича, который был, да, из-за этой ситуации, но у вас уйдет. Нужно ситуацию обязательно прояснить и отпустить. Если вы на человека обижены, может быть, ну, что-то резкое вам сказал, отпустите, потому что это полезно в первую очередь для вас. Ну что ж, это у нас был первый персонаж. Давайте еще посмотрим. Так что давайте налаживайте отношения с главами рода, да, это очень-очень важно. Кто еще о вас постоянно думает? Вот вообще прям все время у кого из главы не выходите. Кто постоянно думает о вас? Так, ну, здесь, знаете, как? Здесь думает о вас молодая девушка. Скорее всего, огненного знака зодиака. Может быть, это ваша младшая сестра. Может быть, это подруга, которая младше вас по возрасту. Ну, вполне возможно, это может быть ваша... Нет, не дочь. Это действительно это либо сестра, либо племянница, либо подруга младшего возраста. Младше, чем вы. Так, прямо что сразу три карты вышло, да? Почему она о вас думает, да? Она очень хочет с вами пообщаться. Вы знаете, вы для нее как будто, как вот пример для подражания во всем. Она хочет с вами поговорить. Она хочет с вами пообщаться. Она хочет у вас, знаете, как? Она хочет у вас спросить, а как вот вы добиваетесь какого-то вот успеха. Вы в глазах этой девушки очень успешный персонаж. Она хочет знать, как вы добиваетесь этого успеха. Кстати, не исключено, что она может попросить вас устроить вас на работу к себе, чтобы постоянно находиться рядом с вами, чтобы за вами наблюдать и чтобы достичь тех же успехов. Если вы, допустим, самозанятый или какой-то ИП, она, скорее всего, там, может быть, вы там маникюр делаете, реснички, да, и все такое, да, то есть сфера красоты здесь прослеживается такое, то, скорее всего, да, девушка у вас попросит вас научить и захочет работать вместе с вами. Так, ну, смотрите, если будет просить, дайте. Не закрывайтесь. Потому что помощь оказать, да, девушке надо. Девушка действительно в этом не нуждается. Какой-то сильной такой зависти здесь нет, я не вижу. Бояться о том, что она украдет ваш успех не надо. Здесь, смотрите, для девушки это будет полезно чем? Тем, что она достигнет каких-то более важных успехов. Но смотрите как, вы все-таки от этой девушки закрываетесь, вы ее почему-то побаиваетесь. Я вижу, что здесь многие очень боятся конкуренции. Конкуренции бояться не надо. Вам нужно вырастить из нее помощницу. Да, вам нужно вырастить из девушки себе помощницу. И тогда, допустим, если у вас будет желание оставить кого-то за себя, допустим, уехав в отпуск или еще куда-то, да, на работе эта девушка вполне может вас заменить. Ну-ка, совсем заменить она вас? Нет, совсем заменить она вас не сможет. Потому что все-таки вы всегда для нее будете, ну, как старший товарищ, вы всегда для нее будете уважаемым человеком, вы всегда будете для нее на голову выше. И здесь, скорее всего, да, действительно, девушка у вас работу попросит. Она хочет у вас именно помощи попросить такой вот. Прям именно помощи в работе. Да, дайте, потому что для вас это будет хорошо, вам это тоже зачтется. Так, ну что же, так, девушку теперь мы еще посмотрели. Сегодня, пирамиды, у нас родственные связи.